Приветствую всех на моем канале. Ну что ж, корпус для ниты готов, прошивка вроде более-менее готова и это значит, что сегодня можно завершить проект первой версии электронной нагрузки. Функционал у нее очень большой и вряд ли я буду развивать его дальше, только если в процессе работы возникнут какие-то проблемы. Ну, придется менять прошивку. Итак, схема, напоминаю, питается от отдельного источника питания, 12-ти вольтовый блок, на плате стоит 7805 стабилизатор, питает микроконтроллер и дисплей, дисплей с микросхемой PCF8574, переходник I2C. Для измерения напряжения используется дифференциальный усилитель, отдельные два провода идут параллельно с силовым, что обеспечивает большую точность измерения напряжения при больших токах нагрузки. Добавлен зуммер через резистор 220 Ом, он просто болтается внутри корпуса, управляется энкодером, вентилятор все время крутится на полу, на него падается 12 вольт. Необходимости регулировки оборотов я не увидел, потому что он работает очень тихо и дискомфорта не доставляет, но при этом отлично справляется со своей задачей, то ватт мощности радиатор рассеивает нормально. На операционнике и полевом транзисторе собран источник стабильного тока, который управляется ШИМ-сигналом, здесь через фильтр мы получаем постоянное напряжение, которое задает ток нагрузки. Шунт китайский на 10 миллион, по-моему из Константана. Отлично работает, только один недостаток, что при токах 9-10 А он в закрытом корпусе довольно ощутимо греется, там до 70-80 градусов. Поэтому поставлено ограничение максимального тока нагрузки в 9 А. Транзистор, напоминаю, у меня два параллельно. Это не очень хорошее решение, но если требуется не двукратный запас по мощности, а ну скажем полуторакратный, то так можно делать. То есть просто у второго полевика все выводы подключены параллельно этому. Затвор к затвору, сток к стоку и сток к стоку. Сидят они на одном радиаторе, без каких-либо изоляционных прокладок. На плате у нас перемычка медная, исполняет роль предохранителя. И сюда подается напряжение от исследуемого блока питания. Шунта напряжения усиливается операционником. Не рекомендую ставить здесь большой коэффициент усиления. Вот 22 у меня сейчас получается, 23 точнее. Вроде работает нормально. Обязательно ставить вот этот кондер, который будет устранять самовозбуждение схемы. И отсюда мы снимаем напряжение подъем на АЦП. Причем такая странная особенность, может кто знает, подскажите. В другом устройстве у меня применяется точно такой же узел. Ну вот этот полностью силовой. И вот так вот, ну скажем так, пусть будет 10 кОм. Отсюда идет сигнал на АЦП. Так вот, если у нас задан режим, допустим 1 А нагрузки, и я прикоснусь пальцем к этому проводу, то ток нагрузки у нас начинает изменяться. Видимо наводки 50 Гц, которые поступают от тела, проходят сюда. Вот этот момент мне непонятен, потому что тут у нас резистар довольно большого сопротивления. И по идее выход операционника должен быть низкоомным. Я думал, что он спокойно погасит эти колебания. Однако это довольно большая проблема. Если кто знает, как ее устранить, то пожалуйста подскажите. Добавлял сюда на выход кондер вот таким образом. Это дело не помогло. Ну наземно его. Но это в другом устройстве, здесь все работает нормально. Так, и что хотел сказать. Так как я перешел на отдельный источник питания 12 В, то вот эта часть у нас как бы полностью развязана. И во-первых, добавлен режим измерения емкости литий-ионных аккумуляторов, у которых напряжение от 3,3 до 4,2. Потому что в старом варианте, когда питание обралось от источника, у нас бы схема не заработала. Это напряжение очень маленькое. Теперь можно тестировать литий-ионные аккумуляторы. И с другой стороны, максимальное напряжение, которое мы можем подавать на эту нагрузку, ограничено параметрами этого транзистора. То есть будет у вас поливик там на 200 В, пожалуйста, сюда вы можете подавать 150 В от блока питания. Ну, программно ограничена мощность рассеивания на уровне 100 В. Но напряжение можно подавать сюда большое. Теоретически, но сейчас у меня вот этот усилитель и коэффициент подобран так, что там получается 25 В максимальное напряжение, которое можно подать. Ну, около 25 В. Поэтому, если вам нужно измерять более высокие напряжения, то либо подстраиваем вот эти резисторы, увеличиваем делитель, но тогда пострадает точность измерения напряжения, либо добавляем еще один канал, который будет измерять более высокие напряжения. Ну, а так, вот этот силовой узел, сюда мы можем подавать любое напряжение, от, скажем, ну, где-то 1-2 В минимальное до напряжения максимального этого транзистора. Печатная плата выглядит вот таким образом. Микроконтроллер от Mega 8. Пока все впритык влезло. Это и калибровка, и все режимы. Но это прям, там, 99,6%, по-моему, процентов памяти заполнено. Ну, вроде бы все основные режимы добавлены, и смысла переходить на более емкий контроллер я не вижу. По поводу программы. Полностью она была расписана в соответствующем видео по ENIT, которое было давно. Давайте посмотрим основные изменения, которые произошли. Что у нас тут есть? Напоминаю, 12-битный шим используется для управления током нагрузки, и также еще один канал у меня выведен под вентилятор, но можно его использовать для других целей. Опрашиваем кнопку энкодера, устанавливаем шим, измерение, дисплей, сброс латчдога. В макросе калибровка. Здесь поудалял функции, потому что программу требовалось уменьшить, для того, чтобы ее всунуть в атмегу 8-ю. Но все основное осталось. Процесс калибровки я сейчас покажу. В железе. Так, измерение. Измеряем напряжение тока, рассчитываем мощность. Тут вроде бы ничего особо не менялось. Добавлен режим измерения емкости аккумуляторов литий-ионных. При напряжении на аккумуляторе меньше 3,3 вольт, мы считаем, что процесс разрядки завершен. И выводим информацию на дисплей. Добавлен звуковой сигнал. Он повторяет импульс энкодера. И также подается звуковой сигнал при завершении измерения емкости аккумулятора. Так, энкодер тут. Добавлено ограничение по максимальной выходной мощности, по максимальному току нагрузки. Мощность, напоминаю, 100 ватт. Она ограничена способностью транзисторов и радиатора отводить тепло. Ток 9 Ампер ограничен нагревом шунта. Ну и это основные изменения. Компилируем файл. И получаем размер программы 99,5%. Итак, во вторник распечатал дно для корпуса и ниты. Получилось, на мой взгляд, вообще отлично. Качество прекрасное. Тут у нас остатки лака для волос со стола. Есть небольшие дефекты. То, что некоторые... Вот видно, угол маленько отстал. Но не страшно. Вот такая вот плоская штука. Здесь у нас бортик. И возможно даже не будет креплений в виде шурупов. Потому что берется вот так вот. Вставляется. И все идеально подобрано. По размерам вот эти бортики, они упираются изнутри в стенку корпуса. В стенку вот этой верхней крышки. И держится нормально. Ну, может быть будет шуруп, если не будет держаться, то по бокам кручу. Ну, а так задумывалось вот таким образом. Чтобы крепление было не нужно. Вот такое получаем качество. Настройки, насколько я помню, были те же. Но, скорее всего, уменьшил ускорение, как мне посоветовали в комментариях. И, может быть, это повлияло. Печаталось, так, с 7 до 11, полдвенадцатого. То есть, 4,5 часа. И еще одна деталька для корпуса. Точнее, 4 детальки. Это стойки под радиатор. Вот таким образом. У них коэффициент заполнения довольно высокий. Не помню, сколько стоял. 70% или, ну, что-то около того. Вот это дно. Как всегда, маленько. Видны проблемы. Но, главное отличие. Это то, что печаталось слоем 0,1 миллиметр. Но камеру даже не будет заметно этого. Корпус печатался слоем 0,2 миллиметра. То есть, высота одного слоя. Этот 0,1 миллиметр. И, как видите, можно сказать, монолитная стенка. Стенка. Никаких слоев тут не видно. Ну, то есть, тут делайте выбор, что вам важнее. Скорость печати. Либо качество. Потому что, если бы вот эти корпуса печатались такой высотой слоя, то они бы по суткам печатались. И меня бы это не устроило. А эти печатались где-то 20 минут. 4 штуки. И все отлично. Единственный косяк, от которого я хочу вас предостеречь. Это вот видно. Вот такое у нас вверху получилось оплавление. У этого его нет. Почему? Потому что в настройках слайсера Куры я разместил 4 одинаковые вот такие детальки. На поверхности принтера. И поставил опцию печатать по отдельности. А как оказалось, этого делать нельзя. Потому что печатаем по отдельности. Вот у нас 4 детали размещены на рабочем поле. Принтер печатает сначала одну. Потом полностью. Потом вторую полностью. Третью и так далее. И вот такой косяк, что принтер напечатал эту деталь. Потом остановился. В этом же месте замер. По какой-то причине там понижается температура стола. Грауссов на 4 на 5. Он ждет пока температура стола опять поднимется. До нормы до 100 градусов. И переходит на печать следующей детали. Вот поэтому здесь у нас. Вот такая вот фигня образовывается. Некрасивая. Поэтому если вы печатаете в слайсере Кура несколько деталей за раз. То ставьте опцию в разделе специальные режимы. Последовательная печать. Все за раз. Опции Куры я расскажу в следующем видео. Это наверное будет последнее видео по 3D принтеру. Но может еще перейду на другой слайсер. И тогда будет видео еще по нему. Коротенькое.